здравствуйте дорогие друзья с вами снова елена и наша рубрика усадьба для души сегодня поговорим о приподнятых грядках что это такое для чего они нужны и покажем все на примере наших личных грядок я сейчас стою возле двух своих грядок которые ведут в банный комплекс у нас тут веселье в разгаре кальян дымится вместо того чтобы им заниматься мы занимаемся роликами как видите дорогие друзья спешим вам все показать и рассказать не до кальяна как говорится что такое приподнятые грядки я не случайно начала с этого места для того чтобы вы поняли разницу вот здесь находится грядка которая практически на уровне земли ее ограждает только по ребре как дорожки но можно сказать она находится на уровне земли а с другой стороны вы видите здесь возникли некие конструкции так вот все что находится над землей если вовнутрь отсыпан грунт такие грядки называются приподнятыми если у вас абсолютно ровный участок и рельефом он не избалован при помощи приподнятых грядок можно разнообразить подачу растений и такие грядки выглядят довольно-таки интересно ну давайте посмотрим все таки поближе на то как я обустроила здесь вот эту приподнятую грядку во первых она мне удобна если что-то я тут хочу помыть какие-то кастрюльки уровень вот этой грядки мне позволяет очень комфортно это делать это раз во вторых у меня появилась возможность обыграть мои садовые скульптуры без садовых скульптур я считаю что тут обойтись совершенно невозможно на бревнах буквально мы их такой пирамиды выстроили у нас хранитель садового инструмента как мы его называем олень рядом с совковым и веником это как говорится веник заметьте у нас всегда стоит вверх это чтобы деньги водились в доме и не переводились как говорится это одна из народных примет совок у нас тоже стоит сверху только из этих же побуждений если вы внимательно посмотрите там за сосной находится так сказать семейная пара нашего оленя который лежит на бревнах это олениха солененка без вот этих милых фигурок мне было бы достаточно скучно находиться на собственном участке знаете они очень гармонично описались в интерьер здесь у меня сидит белый волк внимательно смотрит на окружающих а вот здесь если вам хорошо видно может быть сидит у меня сокол и некоторые он настолько комфортно сидит вазе с камнями что некоторые даже пугается думать что он живой то есть спасибо мастерам садового искусства сейчас делается исключительно красивые вещи но вернемся к нашим грядкам что мне позволили приподнятые грядки сделать во первых я подняла растение до уровня своего лица не комфортно его потрогать комфортно с ним пообщаться тем более вот обратите внимание здесь у меня посажена одна из разновидностей горной сосны она растет в виде яйца вот это ее естественно совершенно произрастает здесь я себе посадила можжевельники роскошную ель гнездо она так и называется ель гнездо поскольку она растет больше шире чем высоту вот и действительно выглядит как искусно созданное гнездо от яруса к ярусу я продвигаюсь во первых это очень гармонично смотрится необычно я даже учитывая что у меня участок находится на возвышении сам и сам представляет собой пока-то рельеф мне все равно как говорится горок оказалось мало было бы скучно если бы россии не были располагались только в одной плоскости поэтому я здесь делала грядки которые находятся на уровне земли и приподняты какие растения были мной задействованы давайте внимательно посмотрим здесь вот оказалось почти что круглая горка немножко так эллипсом но не имеет значения какими растениями я ее обыграла почему я сейчас об этом говорю для того чтобы вы когда у вас возникает например идея там какие-то растения посадить все-таки неплохо иметь пример перед глазами но давайте рассмотрим каким образом самое главное понять с какой стороны вы будете смотреть на эту грядку то есть самая смотрибельная сторона совершенно очевидно что выходя из помещения для меня эта сторона становится панорамой что я и делаю благополучно россия соответственно располагались вот этой стороны кто периметру этого этой грядки были высажены самые крупные растения вот пожалуйста два вида можжевельника можжевельник скальный skyrocket вот он и пожалуйста можжевельник обелиск вот эти два у нас кандидата на заднем плане у нас пихта голубая еще один обелиск и два можжевельника тоже скальных но уже не skyrocket а к сожалению сейчас не помню как они называются на не суть важно я подниму свои блокноты потому что у многих названия очень экзотические когда у нас придет время рассказывать о можжевельник как я обязательно вам назову как они называются и две туя брабант который вы наблюдаете для цветового решения для того чтобы это выглядело более интересно высажены розы как всегда они меня выручают причем они очень хорошо гармонируют особенно поздние цветущие ирисы с розами великолепные спутники без хост и спирей я тоже не решаю никаких проблем как вы понимаете эти растения у меня всегда в ассорте имеете мой горячий любимый барбарис плоды всех барбарисов от самых крошечных до среднерослых и высоких все съедобные так что можете употреблять любой если вам видно здесь у меня находится очень маленький водоем я сейчас попрошу мы как раз вам покажем в этом водоеме у меня растут камыши вот где-то к средине лета он уже камышинки будут завязываться смотрится это весна живописно мы уже воды фактически не видим потому что можжевельники ее прикрыли зато они прекрасно знают лягушки селятся и вечером задают нам концерты все выглядит довольно таки естественно и живописно я люблю свои грядки люблю то как я их собственно создаю свои грядки в основном создаю как природное явление вот как природе растения компонуются друг с другом так я стараюсь их тоже повторять эту затею природную вот сосна горная вторая разновидность ее видите вот растет сосны горные это одно из самых моих любимых используемых в ландшафте растений почему я их использую потому что они очень компактные хорошо растут и хорошо гармонируют с другими более мощными растениями древовидный пион который мы сажали уже делали они о нем ролик так что вот так вот на маленькой площади грядка здесь совершенно небольшая поскольку она эллипсом вот четырех с половиной метров она сходится практически к нулю и вот таким образом у меня расположен растение смотрю я с дорожки при выходе вот поэтому так панорамой было сделано давайте посмотрим на эту грядку еще раз которая находится по другую сторону дорожки дадим вам возможность полюбоваться этой композиции вот все что вы видите весь участок разделен системой дорожек ни одной прямой дорожки у меня нет все они с изгибами плавно переходит одна в другую через разводные площадки были широкие разводят население которое сюда приходит от одного объекта к другому свободное пространство отведено для декоративных грядок он у нас тут птички снует в общем жизнь бьет ключом так давайте посмотрим сюда опять же все те же растения как видите можно базироваться на одной той же группе фактически растений вот можжевельники еле которые я говорила моя несравненность спирея которая желтыми листьями всегда у меня как бы немножечко разбавляет зелий ирисы можжевельники вы можете просто любоваться и смотреть у нас сегодняшний экскурсия наша задача вам просто показать как это все выглядит на заднем плане уже расцвели почвопокровные розы как вы видите темно-красные это более ранние остальные еще только готовятся к этому моменту возле нашей качельной вот такая вот широкая это не елка это суга так называемая канадская они и мы тоже будем рассказывать свое время и рядом я еще там у меня молодое дерево груши сад как правило я увязываю вместе с остальными растениями для того чтобы вам стало понятно как и сад можно обыграть вместе с вечно зелеными прочими я вам покажу это в отдельном ролике а сейчас у вас есть возможность просто полюбоваться каким образом мы писали садовые строения вот как мы это все обыгрывали вот все время говорят вот покажите как она выглядит вот я сегодня вам и сделала в принципе экскурсию мы сейчас будем переходить от одного фрагмента сада к другому и внимательно его рассматривать для того чтобы у вас в общем и целом сложилось правильное впечатление вот грядка которая находится перед вами эта грядка задумывалась таким расчетом чтобы у меня перед глазами возник лес почему я с таким расчетом закладывала эту грядку как вы видите впереди стоит дом дом довольно таки громоздкие объемные сажать мелкие растения было совершенно не актуально поэтому растение там подобраны с таким расчетом чтобы они имели мощь и силу подняться на большую высоту и со временем мы фактически не будем видеть даже окон второго этажа растения посажены с таким расчетом там крупнокалиберные ели краснолистная слива вот это вот растение с бордовыми листьями многие спрашивают что это такой это краснолистная слива она более в декоративно но дает прекрасный плоды рубинового цвета плоды съедобные так что они очень крупные но зато достаточно сладкий мы сейчас для того чтобы не разглядывать все в призму подойдем и посмотрим на эту грядку фрагментами но укрупнена вот еще один вариант приподнятых грядок я вам говорила что собственно говоря их у меня достаточно много на участке что это дает мне приподнятая грядка но в данном случае здесь она мне дала возможность есть рельеф если вот так посмотреть по прямой за вот этой березой находится розарий который мы уже показывали в своем ролике а продолжением розария у меня здесь как бы природная грядка я ее специально сделала таким образом как будто у меня здесь маленький лес какие растения я использовала опять же выбираем панораму с какой стороны вы будете смотреть на ваш участок совершенно очевидно что я буду смотреть вот с этой стороны поэтому и растение рассаживались таким расчетом чтобы самые высокие ушли непосредственно к забору средние были в средней зоне этого участка а самые маленькие оказались на переднем плане как и из чего я компоновала эту грядку ну во первых мне часто задают вопрос что это такое у меня за растение перед вами плакучая береза сорт юнге одно из самых дорогих растений на моем участке но и самых экзотических это прилетая форма березы растет она вот таким тугачьим образом те кто собственно соблазнится и захочет купить помните растение нуждается в серьезном поливе весь сезон если вы ее не будете поливать она вас у вас может очень быстро засохнет поэтому позволить его может только тот себе человек который готов и все лето его поливать поэтому если хотите и живете в частном секторе лучше туда заведите себе это растение не забывайте его поливать компаньонами сюда магония подоболистная одно из самых таких неприхотливых растений о нем расскажу отдельно тоже карликовая калина это мы создаем так сказать панораму среднего и переднего плана сосна крымская на заднем плане еще молоденькая то и абрабант желтолистная туя вот я из этих россии крупномерных создала задний фон между ними подсадила растение которые высоко не растут японскую айбу или хиномелис хосты высадила ну и вот посмотрите мои любимцы карликовые барбарисы их у меня в достаточном количестве на участке вот это у нас кобальт это у нас банана вот вам такие вот названия смешные но с стороны это мои фавориты мои любимцы банана находится вот таком ярко-желтом солнечном состоянии весь сезон вегетации и это у меня чудесное такое вот яркое красивое растение есть у меня барбарисы и другого оттенка и сорта вот посмотрите пожалуйста из них получается у этого растения темно-зеленая с фиолетовым отливом листок дорогие мои друзья без этих растений не создашь панораму всегда когда вы сажаете что-либо у вас должны быть растения разного роста разного размера из них начинаем компоновать нашу комбинацию из самых низких делаем бордюр и передний план потом идут средневысокие а за ними уже высокий и всегда помните для того что перед тем как вы создадите свою грядку вы должны найти ту естественную точку с которой вы будете смотреть на эту грядку чаще всего и когда вы определите эту точку только тогда начинайте рассаживать растения самые высокие уходят на задний план средневысокие на средний план и карлики всевозможные стилища растения им отводится передний план вашей грядки тогда после того как растения укоренятся и получат объемы они будут смотреться совершенно естественно тут у меня есть еще одна диковина которую я вам хочу показать быть может вам будет интересно у нас еще впереди будет ролик о гортензии где я буду рассказывать обо всех но вот есть просто повод она сейчас цветет это у нас гортензия которая поднимается по опорам ей очень неплохо декорировать старые стволы деревьев вот или вот так вот она опирается ползет по стенке так что со временем вон ее второй собрат этим кустиком еще всего по два года но тем не менее через несколько лет они полностью заплетут с собой всю стену цветут они в июне как все гортензии вот этой метелочкой с белыми цветочками стерильными но тем не менее выглядит все мило и интересно во всяком случае оригинальное вьющие растения я себе нашла надеюсь вам нравится ну давайте посмотрим дальше что мы здесь имеем для того чтобы вам все показать у меня просто не хватит ни здоровья ни времени я просто хочу чтобы вы получили впечатление от моего участка а самое главное это сделано не случайно когда вы увидите с чего мы начали вы очень сильно удивитесь то что вы сейчас видите это каждодневный труд на протяжении пяти лет каждодневный труд но как говорится себя не жаль если видишь результат вот пожалуйста дорогие мои друзья любуйтесь на то что получилось вот здесь вот как акценты переднего плана барбариски карликовые они на переднем плане лилейники туй курильский чай она же лапчатка вейгела впереди барбарис с фиолетовым листом и с темно-зеленым все задействовано на том я узнала какого будут размера растения я не случайно вам про них рассказываю для того чтобы вы имели представление о тех растений которые бы вы хотели завести с садов так что дорогие мои друзья я надеюсь вам нравится то что вы видите а мы перейдем сейчас к очередной грядке чтобы показать как я плела сад в вечно зеленые растения